А мы все-таки покажем вам, как работают люди. Потому что без этого нельзя. Город Магнитогорск. Город автомобильный. Причем здесь ездят всегда. И днем, и ночью. И машины должны делаться тоже. А их-то много. И где их делают? В центрах? Вы вообще в курсе, что в дилерских центрах мизерная зарплата, а? Нет, господа. Я вам предлагаю другие центры, где вы не платите. Если вы платите директорам, бухгалтерам и куче приемщиков со складскими работниками, сумму меньшую вы платите за вашу машину и катаетесь. Но город Магнитогорск – это не только работники комбината. Их там достаточно много. Но по сути то. Все ездят на машинах. И вы тоже можете ремонтировать. Почему вы это не делаете? Это вопрос не ко мне. Сегодня я вам представляю новое место. Новое место, где я вам продемонстрировал, как машины здесь делаются. Машина эта на северный переход. То есть, ну, едем, получается, в сторону Белорецка. Вот там, получается, северный переход, где поворот сюда налево. Вот. И здесь все, в принципе, понятно. Автозапчасти, автосервис, запчасти. Все здесь делается. Приезжайте и ставите себе нормальные запасные части. Причем на все. И на двигатель, и на коробку, и на подвеску. В общем-то, разговор у нас получился состоятельный. И вы должны понять, здесь вас не лечат. Вы по собственной возможности можете заказать себе деталь. Можно и БУ. Ну, потому как такое и случается. Заехала машина задом или приехали взад. Машина на разборку. А подвеска и двигатель-то новые. И вот вам и БУ. Хотите новую деталь? И по сути, я объясню. Что в мире примерно штук сотню фирм, занимающихся производством подвесок, пружин, подшипников ионных. И чтобы вам не втирали лекари от крутых. Запчасти везде одинаковые. И просто вы себе заказываете. И возможно, что и подешевле здесь сделают. И продолжаете ехать. И здесь, на втором этаже, вам все это и представят. Кроме всего, запчасти и для грузовиков тоже есть. И, к слову, хотелось бы большего, но и грузовики здесь делают. В общем, нормальный сервис с нормальными ценами и для вас. Я, конечно, прекрасно понимаю, что в городе Магнитогорске металлургический комбинат. Да, но там, ну, 25, ну, может быть, 30 тысяч населения работает. Да, все остальное, люди же ездят так же на машинах. Ну, конечно, ездят. Просто качество дорог у нас оставляет желать лучшего. Особенно в зимнее время. То есть мы говорим про лето, да? Лето у нас идеальные дороги. За это спасибо Виктору Филипповичу Рашникову. Он это дело сделал. Но зимой что у нас творится? У нас 6 месяцев гололед практически. А что у нас по гололеду получается? Ну, по гололеду получается то, что убивается подвеска. Момент на любом автомобиле, в принципе, любой марки. Мы готовы предложить людям, чтобы приезжали к нам и бесплатно мы посмотрим, выясним причину, где что-то там стучит, где-то это. Какая деталь износилась, сломалась и поменять. Теперь вопрос, опять же, о запасных частях, да? Брать себе запасные части, это попадать на деньги. То есть, ну, понятно, что доллар куда-то прыгнул. Есть другой вариант. Вы не торопитесь спокойненько, да? Посмотрите, вы, мы вам, скажем, дешевые цены, да? То есть, сейчас обычная ситуация, да? Такое часто случается, что подвеска на иномарке может стучать, но стучит она достаточно долго, да? То есть, вы пришли, посмотрели за бесплатно, естественно, заказали тут же за бесплатно, естественно, ну, практически за бесплатно запасные части. А потом, когда запасная часть приходит к вам, вы звоните, вы приезжаете и ставите. Да, конечно, у нас есть также интернет-ресурс, все. То есть, можем вам подобрать запчасть, ну, там уже по договоренности подороже, подешевле, это уже по желанию заказчика. То есть, нашли, заказали, устроило, все, вы пока там поездили, вот, пришла запчасть ваша, приезжайте, мы вам быстро ставим, и все, и все счастливы и довольны. А теперь я переговорю с вами, да, вам как со специалистом, да? Вы такой же специалист, как я, у вас также машина работает. То есть, мы сейчас о чем говорим? Мы говорим о том, что, во-первых, пункт номер один, да, россияне также делают замечательное масло. Уже 20 лет прошло, как, извините, Лукоев везде и всюду масло продает. И также есть руснех тут за вашей спиной, ТНК также. То есть, мы говорим, что у нас замечательные масла, не надо по ушам проезжать, кто тут начинает по ушам проезжать. Тем не менее, через сколько проще и грамотнее менять масло? Масло, ну, вообще рекомендация, 7 тысяч, ну, максимум 8. То есть, то, что обещают там, ну, не буду называть название производителей, как бы, вот, что там 10-15 тысяч, не рекомендую. 7-8 тысяч и замена, и отлично ездит, двигатель чистенький, все нормально. Особенно зная, как у нас, летом одно масло, зимой совершенно другое масло, да. Летом зимнее льют, летом летнее, зимнее, зимой, то есть, меняется, соответственно. Вот, поэтому, так же все промывку, все делаем. И делает все это здесь? Все здесь, да. Приехали, то есть, осмотрели полный спектр выявленных недостатков в вашем автомобиле, что нужно, вот, что можно просто устранить там, реально, может быть, там, две гайки подтянуть одну, а что-то нужно поменять. Все это делается, реально, в короткие сроки. Теперь вопрос, а что делают? Да любые машины, любые. И к старым машинам, и к ушатайкам водятловским, и к новому отношение одно. Надо сделать все качественно. Осмотр мы вам сказали, делается бесплатно. Дальше, выбираете запчасти прямо здесь же. Дальше, и по возможности, здесь же вы и ремонтируетесь. Если чего-то и пока-то и нет, то в скором времени привезут. И ставите здесь же, к слову, о работниках комбината. Здесь классные водители, и вы, обменявшись данными, можете приехать и на комбинат. Машину заберут и сделают, и вам не придется ждать выходных. Ну, кто еще так работает? Ну, кто еще? Так что, господа и судари, выбор для вас более чем очевиден. И вот я вам сейчас объясняю, как сюда доехать. Ну, что вы поняли, что такое мостовой проезд? Мостовой проезд начинается от улицы Московской, которая переходит в Северный Переход, и направо. То есть, этот мостовой проезд соединяет, получается, город Магнитогорский в сторону Белорецка. То есть, вот сюда приезжает мостовой проезд 13, и он за моей спиной прямо находится. Ну, дядь Сережа мне еще говорит, что там цемзавод есть. Ну, я не знаю, как за Белорецкой по-другому. А, ну, там можно еще с той стороны проехать, и со всей стороны, и со всем. Ну, это самая простая дорога, да? Вот. Приезжаете сюда, берете запасные части. Если что-то не получается, я вам серьезно говорю, что все люди, которые вам везут и подвески, и все остальное, они работают через интернет. Я сейчас объясню ситуацию, да? Что, чтобы стало окончательно понятно, да? Вот, потому что мне тут по ушам начинают проезжать запасные части стоят дешево. Я говорю, нет, они почему-то у нас дешево не стоят. Просто один крендель мне сказал, что он не может со мной работать, потому что у него 20 процентов, он сказал, да? Когда я узнал, сколько у него стоят фильтры, то есть фильтры почему-то выросли, сейчас скажу сколько. Вот я купил себе фильтр, ну, грубо говоря, за 220 рублей, да, по интернету. Ну, плюс там человек заплатил. Вот, но у него почему-то эти фильтры начинают стоить 600 рублей. Почему-то я купил себе ремень за 200 рублей, а у него 400, значит, это может быть 20 процентов, может кто-то не по ушам проезжает, я вот это сильно, мне это очень сильно не нравится, понимаете? Вот, сюда приезжаете, все это делаете, и все это делается правильно, потому что вы здесь ставите запасные части, и вам это дело все ремонтируется прямо здесь, на основном проезде 13.